Мушкетёры 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 Блюда в трёх мушкетёрах сравнимы с кулинарным пасьянсом. Разложив его перед собой, избранницы раскрывают карты. Что она за человек? Если спутница заказала гусиной печень, это верный знак аристократического вкуса. Ведь фуагра жарилась по рецепту двухсотлетней давности, что был придуман при французском дворе. Для соуса мёд уваривали с персиковым соком. Чуть солоноватая сёмга со сладким виноградом – свидетельство компромиссной натуры, которая ищет баланс интересов. Только лимонная сорбе с фруктами в сахарной корзинке выдаст в даме разве что лакомку. Но ведь должна быть в женщине какая-то загадка. Другое дело, что с раскрытием мужских сюрпризов медлить не стоит. И если праздничный ужин или обед завершены, то это вовсе не значит, что окончен вечер. Свечи не погасли. Наоборот, жарко натоплены гостевые домики у трёх мушкетёров. И здесь, вдали от домашних стен, любое сказанное слово будет звучать по-особенному. Любовь гибнет не от возраста, а от однообразия. Поэтому в спальне Миледи можно рассчитывать на возрождение чувств. Да и вообще терпкий аромат хвои в воздухе, весёлое чириканье птиц – всё это наполняет кровь флюидами радости. А предчувствие весны, как предчувствие любви, нас обмануть не может. Владелец загородного комплекса «Три мушкетёра» об этом имеет право говорить с уверенностью. Но накануне женского праздника его пожелания в первую очередь адресованы мужчинам. Чтобы любили своих женщин, берегли их, сценили их, потому что всё, что мы делаем в жизни, только ради женщин. Войны, все творения наши, картины, искусство – всё только ради любви, только ради женщин. Так что берегите их. А пожелания для дам нетрудно предугадать. Желаю, в первую очередь, любовь, а потом уже всё остальное. Хорошее настроение, любимый человек, семью и, конечно же, друзей. Но самое главное – любовь. Субтитры создавал DimaTorzok